Здравствуйте. Мы продолжаем серию наших вебинаров по дню карьеры. И на сегодняшнем мероприятии мы пригласили представителя дня карьеры Ксению. Ксения, передаю вам слово. Представите, я уже расскажу сама. Так, всем добрый вечер. Я прекрасно понимаю, что все уже достаточно уставшие. Я надеюсь, что чуть-чуть зарядить энергией и рассказать о важных вещах, мне так кажется, которые могут вам пригодиться в вашей жизни. Итак, сначала несколько слов о нашем портале, просто чтобы вы понимали, откуда я и почему я могу здесь стоять и вам что-то говорить, вещать, как источник нужной информации. Наш портал находится на рынке тогда уже 18 лет. То есть мы уже такие совершеннолетние. Полтора миллиона работодателей уже нашли с округлением на супер-желтый дешевле. Ежедневно на нашем портале вывешивается более 400 тысяч порталей, которые проверяются в лучшую. То есть наш портал – это не клан, не спан, куда все вываливается, а в каждой локации проверяется, оценивается с той или иной точки зрения. Ну и 10 миллионов – это наша ежемесячная аудитория. То есть у меня огромный, огромный сервис. И что мы делаем? Мы помогаем соискателям находить работу, а работодателям, конечно же, находить сотрудников. То есть мы такое-либо связующие звено. Знаем потребности соискателей и знаем потребности работодателей. Ну а сейчас, так как вы находитесь на стороне непосредственно соискателей, мы поговорим о том, что же действительно нужно знать, чтобы понравиться тому или иному работодателю. Начнем с того, какие навыки и личные качества наиболее постребованы в сегодняшнем мире. Посмотрите на данный слайд, я думаю, вы можете увидеть, что самое главное является – это ответственность с точки зрения работодателей. 8,6% с точки зрения разделения на мужской и женский – это 7,5% и 6%. Следующее, на что обращает внимание работодатель – это коммуникабельность и стрессоустойчивость. Также обучаемость и целеустремленность. Здесь представлены такие вот фразы, которые очень часто подправляются в той или иной локации. Мы попробуем с вами, когда будем говорить о резюме, уже непосредственно их разобрать, потому что под словом «коммуникабельность», под словом «стрессоустойчивость» каждый работодатель видит непосредственно свое. Поэтому, ну просто, чтобы вы понимали, да, таким образом оценивает работодатель ваши непосредственные качества. Еще раз повторю, ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость и обучаемость. С ответственностью у нас, да, огромная проблема, потому что все упирается в отношениях работодателей, к сожалению. То есть, да, мы пришли, да, мы начали что-то делать, но нам, в принципе, это, ну, скажем так, не очень нужно. Мы от этого не получаем удовольствие и, соответственно, наш результат, который мы выдаем, он, ну, скажем так, ниже среднего. Я думаю, если у вас в школе, там, или в ВУЗе, или вы, в принципе, читали какие-то статьи по поводу формулы успеха, то есть так называемые три составляющие, это три кита, которые всегда должны быть у любого человека, который хочет хорошо коммуникатировать в обществе и вообще быть востребованным. Это «Хочу, могу и надо». Если вы посмотрите на любого успешного человека, то он эти потребности свои действительно реализовывает. Еще разок проговорю, когда, может, кто-то не знает, да, что стулья заключается под этими тремя словами. «Хочу» — это мои интересы, это мои склонности. «Могу» — это мои способности, это состояние здоровья, это темперамент. И «надо» — это анализ своим потрудом. Проговорю про «могу» — то, что вы можете хорошо делать, да, темперамент. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что если вы, например, холерик, а вам нужно идти, предположим, на завод и ежедневно выполнять рутинную работу, соответственно, она не будет приносить вам удовольствия, соответственно, уровень ответственности упадет, и то, что вы производите на рынок труда, вам никому не нужно. Даже если взять, например, меланхолик, да, человек сам себе, он пытается выбиться, скажем так, в люди, стать очень публичным человеком и так далее, потому что это востребовано, да, это типа престижно, он в силу своих физических возможностей не сможет это делать, да, ему нужно находить работу, которая действительно соответствовала исключительно ему. Ну и, конечно же, «надо» — это о рынках труда. То есть мы знаем, например, что, предположим, пять лет назад был бум на экономической профессии, да, вот все ходили, учились, и что в итоге получилось? Огромное количество экономистов, и мест для них нет. То есть людям приходится переквалифицироваться и пытаться получать какое-то второе решение, их образование и так далее и тому подобное. То есть это три составляющие, которые, когда вы пытаетесь найти работу, должны совместиться, и тогда будет все здорово, и вы понравитесь работать. Какие личные качества необходимы претенденту на какую-либо позицию? Я понимаю, что здесь это мелко, вот, но можно найти где-нибудь себя в колоночке, да, если вы уже работаете, и посмотреть, что важно работодателю в том или ином контексте. Какие качества должны присутствовать? Это способность работать в команде, это локальность, это эмоциональная стабильность, это стремление к профессиональному росту, стремление к карьерному росту, ответственность, готовность к переработкам, принятие идеологии в компании, обучаемость, ну и дальше вот, и все, и вы не ответили на вопрос, который предлагает. То есть вы найдите себя и посмотрите, что важно для той или иной профессии, да, предположим, для программиста самым главным является, как вы видите, ответственность, для курьера то же самое, для менеджера по работе с клиентами является эмоциональная стабильность и так далее. То есть вот это вот все, тот набор качеств, который очень важно учитывать при том выборе, выборе, который вы будете совершать или, там, сейчас совершаете, если ищете работу, посмотрите, есть ли у вас вот эти вот качества, или вы ими не обладаете. Идем дальше. Значит, опять современные компетенции, которые требуют работодателю при этом смысле на работу. Это профессионализм, это увлеченность, это желание учиться, ответственность и уверенность в себе. Ну, про профессионализм я не буду говорить, я думаю, вы также слышали о таком новом веянии, да, и таких понятиях, как hard skills, soft skills, да, hard skills – это жесткие навыки, которые вы получили в ГУЗе, там, или в колледже, или еще где-либо. Soft skills – это мягкие навыки, это навыки такие личностные. И, как показывают работодатели, сейчас в нашем нынешнем мире 80% успеха зависит от soft skills и только 20% от hard skills. То есть профессионализм, да, важен, но этот профессионализм надо уметь транслировать обществу, потому что общество сейчас развивается, мы находимся в состоянии постоянного обмена информацией, будь он вкусный, будь он письменный, будь он, да, через какие-то сети. То есть вот это вот нужно обязательно учитывать при личностном самосовершенстве. Увлеченность – тоже очень важно. К сожалению, сейчас в поиске работы и вообще, в принципе, люди, которые пытаются найти работу, где любоустроиться, они приходят так, ну вот мне это нужно. То есть мы не дарим желанием создавать какой-то продукт, мы не пытаемся получить, скажем так, кайф от процесса. А работодателю это очень важно. Сейчас очень многие большие компании, если у них стоит выбор между принятием на работу молодого специалиста без опыта работы, но с горящими глазами, которая может порвать там всех ради достижения цели, или, например, хорошего специалиста с большим опытом работы, но уже в состоянии такого эмоционального выгорания, некой внутренней депрессии, он, конечно же, возьмет молодого человека. Отсюда вот проблема возникает, да, что людям после 40 лет трудно найти работу, да, потому что если ты эмоционально выгорел, если у тебя нет зажигалочки внутренней, то работодатель на тебя уже будет смотреть достаточно сложно. По поводу возраста потом еще расскажу, почему 40 является таким рубиконом при устройстве на работе. Желаем учиться. Мы сейчас в таком обществе находимся, что если раньше, в советское время, мы получали образование, и мы устраивались на работу, и мы знали точно, что мы проработаем всю жизнь, и будет стабильность, будет все классно и здорово, то сейчас нет. Сейчас мир настолько быстро развивается, и если ты не найдешь, не будешь учиться чему-то новому, ты просто вылетишь за борт и будешь никому не нужен. То есть обучение должно быть ежедневно, там ежесекундно, ежегодно и так далее. Сейчас огромные возможности для получения образования, будь то вебинары, мастер-классы, какие-то вот такие вот вещи, на которые мы можем ходить, смотреть, учиться и познавать что-то для себя. Ну, про ответственность это я сказала, уверенно в себе. То есть человек должен четко понимать, что он хочет, к чему он стремится, и вообще не сидеть там на стуле ровненько, а всегда чего-то достигать. Следующее. Пять компетенций в будущем. Это о чем говорят работодатели, что вы потребуете через пять все, через десять лет, ну, через пять больше. Это умение решать сложные задачи. То есть мы сейчас находимся в таком мире, когда наши компетенции, они должны быть не узконаправлены, а широко направлены. Мы не должны заниматься одним единственным делом, мы должны уметь очень много чего. Критическое мышление. Я думаю, вы прекрасно понимаете, то есть нельзя все брать на вооружение, нужно отсеивать информацию и выдавать тот продукт, который нужно рассказать. Креативность, да, это постоянное движение, обязательно. Эмоциональный интеллект. Кто-нибудь слышал, что такое эмоциональный интеллект? Итак, эмоциональный интеллект, ну, даже понятно, да, это умение управлять эмоциями. Сейчас это будет уже все больше и больше востребовано. Почему? Если мы умеем и работаем в состоянии, как я уже говорила, да, когда мы анализировали первый слайд, это стрессоустойчивость. Вообще, что такое стрессоустойчивость? Да, умение каким-то образом не поддаваться внешним воздействиям. Эмоциональный интеллект связан тем, что ты умеешь четко отслеживать все те эмоции, которые у тебя происходят. По мне, не знаю, задели тебя в трамвае плечом, да, толкнули. Ты какую-то реакцию внутреннюю дал, да, ну, может быть, даже рот открыл, может быть, не открыл, да. Но вот эта вот реакция на то, что тебя толкнули, она, возможно, является неким, ну, вот таким рубежом, да, вот у вас скопилось, скопилось чего-то много-много-много, а это вот просто вот, ну, последний всплеск, который вот вас вывел. То есть вы должны проследить, а с чего же началась вот эта вот негативность во мне, почему я так вот накапливаю эту негативность, и что мне делать, чтобы вот этого не произошло. Умение анализировать себя – это классно, это здорово, это сложно. Поэтому сейчас, в принципе, одним из навыков, которые являются вот мягким навыком соцсеклов, это являются психологические навыки. Чем больше мы знаем о психологии человека, тем лучше. Потому что мы, если умеем овладеть своими эмоциями, мы знаем, почему человек так или иначе на нас реагирует. А если мы знаем, как человек на нас реагирует, мы можем манипулировать им. А в сегодняшнем мире это очень востребованно. Мы сейчас, в принципе, живем в таком обществе, если ты можешь влиять на толпу, это классно, но не можешь, тогда ты будешь именно этой толпой. Поэтому эмоциональный интеллект сейчас очень сильно развивается. Понятие гибкость. Кто-нибудь представляет, что такое гибкость? Умение быстро реагировать на изменяющие обстоятельства. Вот с понятием гибкости как раз связывается сегодняшний вот этот возрастной убежь, 40 лет. Почему работодатели после 40 лет уже присматриваются к заискателям, как вам кажется? А в чем это выражается? Рассиватизм уже. Да. Не хотят развиваться, не хотят учиться, у них есть шаблон, они по нему действуют. А если ты можешь работать дальше, то помать. Да, да, отлично. Значит, действительно, очень часто у человека к 40 годам формируется четкое видение мира. Вот она устояла, все. Я знаю, что вот это хорошо, вот это плохо, вот как нужно делать. А мне это хорошо и плохо все относится. Да, и мир меняется. Мир меняется, и если, например, ситуацию, ну вот сейчас угрыруют, да, я пришла, мне там 40 лет, и мой начальник, ну там, 29. И он мне говорит, сделай вот так. Я ему говорю, ну слушай, ну ты только работал чуть-чуть со всем, у меня там заключаемое огромное количество прожихов, лет, я знаю под тысячи. Он говорит, нет, это не будет делать 40-летний, да, начнется конфликт, и начнется что-то, или, соответственно, легативизм и с одной и с другой стороны. Да, поэтому понятие гибкости, вот это вот тоже является компетенцией будущего. То есть постоянно развиваться, постоянно в себе, вот если что-то, поломать и пытаться, ну плохое слово там, подстроиться под изменяющийся мир. Это не есть плохо, да, но мы сейчас так живем, поэтому мы сейчас должны развивать это в себе. Мы должны всегда стремиться к чему-то. То есть не должны останавливаться на месте, а всегда к чему-то идти. А как тогда, извините? Да. А как разрешить ситуацию, допустим, вы видите, 40-летний специалист, ему говорит 20-летнее начальник. А специалист узнает, как есть в теории, как есть на практике, потому что на практике, естественно, отличается. Он знает, что этот способ для него не будет работать, либо он будет работать неэффективно. Как ему донести начальник, что так неправильно? Своими действиями исключительно. То есть вы не вступаете непосредственно в комплект. Вы делаете так, например, всегда же работодателю не нужен процесс, ему нужен результат. Поэтому если вы сделали работу так, как вы считаете нужным, и есть результат, вот пришли в начале, показали, вот то, что вы говорили, извините, а я сделала по-другому, и вот получите, тогда вы увидели. Но еще скажу, по поводу возраста, когда в принципе пик развития и топовые позиции, которые занимают люди, это 35-45 лет, когда вот уже все можешь, все знаешь, и еще не полностью вот так, а через сквелый, через сквелый, через сквелый покрыться, да? Ну это я, вы двигаете, да, конечно же. Вот, то есть топовые позиции исключительно вот такой вот возраст. И дальше даже, в принципе, если... А дальше человек, который является... Кем человек, который является очень таким востребованным, активным, можно и в 60 лет работу найти. Я, ну так, забегая вперед, вот про... Мы не будем говорить про резюме. Там есть, например, колоночка «Дополнительные сведения». Взять, например, если ты рассказываешь миру с точки зрения резюме, если ты пропишешь, например, тебе 60 лет, да, что ты, например, зимой занимаешься горными лыжами, а летом ты занимаешься подводным кладованием, то работодатель, конечно же, обратит на эту дополнительную маленькую запись, обратит внимание и поймет, что ну крутой чувак. То есть он не упадет с инфарктом, с инсультом, если там будет что-то, да, стрессовало после первого дня работы и так далее. То есть это важно. Мы все живые люди. Поэтому это все шарлон некий, а жизнь, она гораздо сложнее. Но все равно вот к этому нужно следить. Ну а теперь, если сейчас видео пройдет, будет удобно, да, так вот. Смучок. Максимум. Калонки на полной громко стоят. Да, на полной. Неутешительные такие циферки. Максимум. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 В общейниках. И он заточен на другое. То есть, если вы крутой айтишник, вот HR явно не крутой айтишник. Поэтому, когда вы создаете резюме, вы создаете его так, чтобы понравиться рекрутеру. Рекрутер оценивает вас с точки зрения ваших личных качеств и вашего опыта, который вы будете прописывать. Поэтому этот опыт прописывать нужно своеобразным опытом. Как я сейчас расскажу. Итак, я думаю, вы многие составляете резюме. Из-за каких графов состоит это резюме? Ну, первое. Ну, имя, да. Личные контакты, данные. Дальше чего? Да, желаемая должность, заклада, образование. Дальше чего идет? Опыт и навык. Опыт и результаты, навыки и достижения. Вот таким и тоже создается резюме. Создали все круто, все здорово. Значит, резюме HR оценивает первоначально за 5 секунд. Вот на него свалилась огромная куча резюме, потому что как это происходит? К нему пришел работодатель. Говорит, мне вот нужно найти такого человечка на какую-то должность. Рекрутер размечает непосредственно вакансию. Как люди в России поступают? Видят вакансию и у нас есть резюме. И я вот рассылаю веером по всем. То есть бедный рекрутер, на него сваливается огромное количество резюме. А вот, да, все думают, меня где-нибудь возьмут. Как же рекрутер вот с этой кучей, ну, и мусора, и не мусора справится? Вот он за 5 секунд может оценить непосредственно каждый резюме. Как вам кажется? Как? На что он будет первое обращать внимание? На адекватность он будет проверять. Как можно выявить человека на адекватность? На личные качества образования. На личные качества образования. То есть ему нужно будет в каждой резюме рекрутеру прочитывать, какие личные качества и какое образование. Он сдохнет, если вы читаете суть. Но это и составление, если нет. Все хорошо или не все хорошо? Еще варианты есть? На дату формирования. На дату формирования. Ну, так, еще есть мысли? На структуру. На структуру. На структуру. Итак. Ну, вообще, на адекватность выявляется вот так. Все легко и просто. Вот смотрите. Да? Это живые примеры с нашего портала. Как люди ищут работу. Резюме. Это документ, который ты отправляешь работодателю. Вот. Мне вот это очень нравится. Вот. Учитель начальных классов. Это здорово, что ты красивый, у тебя накаченные губы и прочее, и прочее. Но я не думаю, что, например, какой-нибудь здравомыслящий родитель отдаст своего ребенка. Вот такой мадам. Да? Или храновщик-автомеханик. Что он вот этим вот образом хотел доказать? Что он классный храновщик или автомеханик? Вот что? Секретарь, системный администратор, мастер маникюра. Люди вот таким вот образом себя акционируют. Значит, что мы с вами можем сказать и что понимаем, да? Что фотография – это ваш внешний вид. Это а-ля пасмур. Поэтому первый взгляд рекрутера – это на фотографии. Ее можно включать, да? Можно не включать. Но если вы включаете, то это должно быть вот что-то приблизительно вот такое, да? Можно спокойно делать селфи. Но опять же, мы же тоже любим креативить. У нас Россия вообще креативная такая страна, да? Мы себя фотографируем, а там сзади какой-нибудь фон шикарный, да? Или девушки тоже мне просто вот очень нравятся фотки. Я лежу на пляже в бикини, да? Вот и сплошь и рядом, если резюме составлено летом, вот такие вот фотографии есть. Для чего? Что ты этим хочешь сказать? Значит, вот такую фотографию рекрутер видит, все – резюме по мойку. Вот даже не будет смотреть. Вот что дальше? Это ваша адекватность. Это явно будет, ну, я грубо сейчас скажу, но не в себе. Ты же понимаешь, что ты делаешь или не делаешь? Идем дальше. На что следующий этап – как будет оценивать рекрутер резюме? По какому моменту? Вот вы правильно сказали, да? Действительно, он обращает внимание на должность. Если ему нужно найти повара, зачем ему смотреть резюме, где желаемая должность – курьер? Вот зачем ему это? Курьер что, будет классным поваром? Нет, конечно же. Значит, первое, на что обращает внимание, на что уже обращает внимание – это на должность. Непрописанную желаемую должность – все, по-моему. Следующее, на что он будет обращать внимание? Ну, желаемая зарплата – да. В принципе, возможно. Значит, что вы должны понимать? Очень часто люди пишут зарплату по договоренности. С какого момента вот эта вот по договоренности проходит? Выше 150 тысяч. В нашем мире выше 150. До этого вы должны четко понять, сколько вы стоите на рынок труда. Как это сделать? Заходим на сайт, смотрим вакансии на ту должность, на которую вы хотите. Смотрим минимум, который предлагает работодатель. Смотрим максимум, берем серединку и пишем свое резюме. Да, зарплату. Так, дальше что еще? Опыт, действительно, дальше навыки достижения. Они только потом смотрят на образование и только в конце уже на личные данные и контакты. Такой кипятненький вопрос. А скажите мне, пожалуйста, а почему же везде на всех порталах не вот так вот и все эти резюме, а наоборот? Почему всегда спрашивают личные данные и контакты первые? Потом образование. Потому что возраст их не сможет устроить. А они смогут? Нет, там система переводит вот так. Ну, вообще, в принципе, это такой некий маркетинговый ход, чтобы вы знали, да? Что я лучше всего знаю себе? Как меня зовут? Ну, я же знаю, хорошо. Как меня зовут? Следующее. Что я знаю классно? Какое у меня образование? Да, мы все учились. Напишу. А дальше начинается бой. Дальше нужно же прописывать опыт и результаты. Это вообще просто, вот это с этим беда. Но вас поцепили, да? Мы уже половину резюме составили. Типа одеваться некуда, придется писать. Вот это некий маркетинговый ход, да? Личные данные, контакты, возможно, ну, если ты там, например, вон вас, да? Написал все, у тебя задатели возьмут уже и не забыть смотреть ни на желание на должность, ни на прочее на прочее. Итак, значит, как мы прописываем должность? Вот так прописывать должность нельзя. Любая. Да, бывает ситуация в жизни, когда нужны деньги, безумные, и мы готовы на все. То есть, ну, на любую работу, какая бы она ни была, но все равно, я только что вам говорила, что первое на что обращает внимание, выбор, да, на должность. Если ему нужен повар, он карьерный возраст. Если вы прописываете любая, он, а какая любая? Да? То есть, обязательно в резюме указываем желаемую должность. Как вам кажется, почему нельзя так писать? Менеджер по менеджеру. Ну, это же самое. Специалист. Почему? А менеджер? Специалист в чем? Да, менеджер почему? Должна быть конкретно. Вот так почему нельзя писать? Это тоже живой пример. Все живые примеры. Да у нас было что-то аналогичное. Итак, смотрите, что происходит. Вот такой, это живой человек, который в должности прописал вот следующий момент. Он классный. Причем он классный во всех областях. Но его резюме рекрутер вывалил бы в помощь. Почему? Что делать в таком случае? Отдельно. Да. На каждое должное желаемое создавать отдельное резюме. И к каждой должности прописывать тот свой опыт, который нужен и те навыки и достижения. Ты классный повар прописал, что ты классный повар. Ты классный кинолог прописал. Массажист, экономист и так далее. Ни в коем случае вот таким вот образом мы и не пишем. На нашем портале шесть максимальных. Больше мы не встречали людей, которые бы обладали более шести профессий. Да. И были бы действительно массажированы. Поэтому мы четко указываем желаемое и должность. С этим разобраться. Идем дальше. Личная информация. Сейчас посмеемся чуть-чуть, но я опять же рассказываю то, что есть. Что мы видим в личной информации? Я составляю себе резюме. Почему этот контакт? Отпишу контакты мамы, папы и так далее. У нас тоже был живой пример. Мама устраивала на работу с 41-летним мужчиной. Было вот такое. Она говорила, что лучше сынку ее. И вообще нам вмешиваться в жизнь. Много ее делать, что она все знает, все классно. Мы просили пообщаться с сыном. Нам не дали контакта с сыном. Ну вот так вот. Такое в жизни тоже встречается. Поэтому пишем исключительно сына. В адресе прописываем номера квартиры. Некоторые даже что-то и домофон не указывают. Не знаю, работодатель виск что-то принесет. Возможно, да. И вот такой вот просто вот. Чего мы только не видели, чего мы только не насмотрели. Да, вот почта вот таких вот смешных и идиотских лиц. Я про себя скажу. У меня достаточное количество лет. Я тысячу лет назад создала почту Ксюшка Бол. У меня Ксения Большевого. И тогда я еще в своей юности создала Ксюшку Бол. Конечно же такую почту при составлении, видимо, смешно. Какой-то мяш там и так далее. Вот. Ну и здесь вот в Акусе Кис тоже совершенно не подходит. Соответственно, пишем только личные контакты, район проживания и нейтральную почту. Желательно это фамилийное имя. Но если вы понимаете, таких людей много, какие-то минимальное количество цифр, да. Которые возможно вам нести. Итак, переходим к самому сложному. Как правильно указывать опыт и результат. Вы должны запомнить четыре таких вот фразочки, которые вам помогут. Вы прописываете, что вы делали, сколько, какими инструментами и с каким результатом. Сейчас на примере объясню, чтобы было понятно. Например, я закручивал гайки и управлял закручиванием гайки. Что очень часто встречается в резюме. Вы прописываете должностные инструкции. Должностные инструкции не нужно прописывать. Вы должны прописывать все то, чем вы именно занимались. То есть, вы должны прописать так, чтобы я, придя завтра на ваше место работы, понимала, что мне нужно будет делать, да. И какой объем работы мне нужно будет выполнять. То есть, вот эту вот фразочку мы переделываем в следующую. Закручивал 100 гайок в день. Самостоятельно планировал 50% объема работы компанией по закручиванию гайки. Обязательно сколько закручивания в месяц. Закручивал 20 людей, закручивал не менее 50 гайок в день. Цифры очень магические действуют на людей. Еще раз вам говорю. Рекрутер не разбирается в вашей специальности. Он не специалист. Поэтому ему важно понять, насколько вы крутой человек, да. Что, какие вопросы мне задают. Я что, должен всегда считать количество выполненных дел? Нет, конечно же, вы должны приблизительно это описать. Приблизительно. Никто у вас там, да. 99 гайок не надо описать, да. Вот это вот приблизительно. Следующее. Вы всегда прописываете, если объем работает, то с указанием. Конечно же, разница большая. 10 тысяч закручиваний, да. Или два закручивания в месяц, а ты выполнял 50% объема. О чем еще здесь можно порассуждать? Можно ли приукрашивать, скажем так, прибирать множество? Хвалим себя, чуть-чуть прибираем и делаем, чтобы вы крутые и замечательные. Но помните о том, что если вас взяли, да, и вы написали, предположим, что вы закручивали 500 гайок, и вы так посчитали, что сможете это сделать, поэтому написали 500 гайок, вас взяли, а вы на испытательном сроке 500 гайок не закрутили. И, соответственно, провалили испытательный срок и на постоянное место заработали. Поэтому, если чувствуем в себе возможность и желание, что действительно я больше этого сделаю, тогда пишем больше. Если не чувствуем, тогда лучше не рисковать и писать ту право, которая есть. Идем дальше. Любимые словечки, которые рекрутеры называют семь смертных грехов соискателя. Вот клиентоориентированный, стрессоустойчивый, широкий блокозор, активный и так далее. Вот объясните мне, пожалуйста, что значит клиентоориентированный? Вот это как? Просто очень часто эти слова прописываются и в вакансиях работодателям. И как мы тоже составляем свое резюме? Зашли в интернет, набрали идеальное резюме, и вам там ших, и там клиентоориентированный, стрессоустойчивый, там широкий блокозор скопировали и к себе запихали. Все круто. О чем вот это вот клиентоориентированный? Это о том, что если вас работодатель попросил сгонять за пивом, вы побежите. Ну вы же клиентоориентированный, да? Ну как бы ориентированный на клиента? Ориентированный. Стрессоустойчивый. Нам, ну как бы на портале, да, различные вакансии, в том числе и грузчики. Вот у нас грузчики стрессоустойчивые. Они чего там с мешками там или с коробками, которые там снимают стрессы, бьются, говорили эти груши, вот тоже непонятно, да? Вот эти вот слова, за которыми ничего не стоит, вы должны переделать под себя. Если вы там менеджер, да, вот менеджеру можно понятие клиента, ориентированности, ну типа, подвести. То есть вы можете выявлять потребности, выявлять потребности покупателя там или еще кого-то и так далее. Понятие стрессоустойчивости, да? Вы можете выходить из конфликтных ситуаций, вы обладаете какими-нибудь психологическими навыками решения каких-то проблем. Вот это можно написать. Слово стрессоустойчивого вы можете написать, если вы занимаете какой-то там уводящий пост, и вы работаете там 25 часов в сутки, у вас в подчинении 100 человек, и вы уже под конец рабочего дня находитесь там, если один затупил второй, затупил третий, да? Когда и вам, дай бог, не сорваться и не превратить кого-нибудь в грушу, да? Тогда да, вы можете это написать стрессоустойчивое. А вообще, в принципе, чему это? Почему, да? Широкий кругозор. Как выявить? Что такое широкий кругозор? Ты миллион книжек прочитал или три, да? Первую буквально синюю. Вот как это? Для кого вот это вот широкий кругозор, да? Вот что это такое? Поэтому мы пишем всегда конкретику. Если мы знаем какие-то профессиональные программы, в скобочках пишем какие-то профессиональные программы. Всегда все расшифровывают. Знаете, если вспомнить, например, школу, вот уроки литературы, вот я всегда помню, что нам учительница говорила всегда так, что вы пишете сочинение таким образом, как будто я вообще не читала произведение. Все мне рассказывается. Вот резюме это то же самое. Вот рассказываем и расшифровываем все. Знаю чего-то, расшифровал. Знаю еще чего-то, расшифровал. Ну, как для тупых типа. Но это делает ваше резюме конкурентоспособным, потому что оно будет отличаться от всех, да? Не вот это вот скопированное и непонятно, что за человек за ним стоит. А здесь все четко и все прописано. Опять же повторюсь, то есть человек может прийти на работу на следующий этап и воззвините. Ну и там, мы предположим, опыт написания новостных статей, репортажей более десяти тысяч. Обязательно цифра. Цифра – это вообще манер в резюме должен быть. Если нам трудно какие-то вот качества и навыки прописать при себя, что мы делаем? Мы идем, смотрим, какие прописывают навыки в вакансиях, определяем, которые подходят непосредственно нам, трансформируем их и прописываем в наше резюме. Тогда будет здоровый класс. Если вы можете сами прописать, какой вы замечательный, великолепный, тогда это вам не нужно. Если вы не можете, значит, идем вот таким вот вопросом. О чем не всякость в резюме? Значит, резюме. Мне должно быть больше двух страниц. Как вам кажется, какое самое большое резюме, с которым сталкивался наш партал? Сколько страниц, как вам кажется? 10. Больше? Больше? 184. У нас зависло все. У нас не справлялось ничего. Но человек, я думаю, не в себе. Потому что он даже просил называть его не по имени, а каким-то там вымышленным. И прецедовал на должность в правительстве массовой. Да, вот такие вот вещи у нас. У вас. Да. Значит, мы не прописываем слабые стороны. Резюме. Резюме – это вы сторонник. Вы просто вот идеально. За вас будут бороться все рекрутеры, все работодатели. Но слабые стороны всегда вас будут спрашивать на собеседовании. Как отвечать на вопросы, я тоже расскажу. Люблю котиков. Это из разряда маникюр, да, или с кошками. Или вот хочу много денег. Тоже такого не надо писать. Ну и последняя фраза, о чем идет здесь речь. Умею пользоваться сектором. Очень часто мы до сих пор видим в резюме такие фразочки. Уверенный пользователь ПК. Да, если 15 лет назад это попрокатило, и вас выделил бы этот навык из массы всех остальных, потому что тогда уверенный пользователь ПК – это здорово, это круто и все, то сейчас у нас все уверенные пользователи ПК. Зачем писать уже обычные вещи, которые все умеют делать? Таких вот вещей мы не пишем. Так, ну это я уже забегаю вперед. Вас на собеседовании могут попросить подтвердить те вещи, которые вы написали в резюме. Ну, например, если помните, мне обратно внимание на слово «Активный». «Активный». Вот такое вот. Включаем. Ну, вы пусть попробуйте доказать, что в «Активный». Активный. Ну, написали. Как мне родители. Да. Ну, это можно потанцевать там или еще что-то из разряда. Самое главное, вы теперь наступили, если помните, да, компенсация будущего. Для этого не теряем никаких каких-то обстоятельств. Итак, уже плавно перешли к собеседованию. Или, может, я на вопросы тогда по поводу резюме отвечу, а потом уже идем к следующему. Нет? Нет. Хорошо. Итак, вот вы написали резюме. Все классно, все круто. Рекрутер вас убил, вас выбрал, вам позвонил и сказал, мы вас приглашаем на собеседование. Да? Какие бывают собеседования? Самое известное вещество собеседования – это структурированное собеседование, когда вас приглашают, вы садитесь на против рекрутера и в форме диалога общаетесь, да, с собеседованием и так далее. Такой элементарный, часто встречающийся вид собеседования. Ситуационное собеседование – это уже более сложный вариант собеседования, когда вам предлагают решить ту или иную ситуацию, то есть вы помните кейс. Ну, таким образом, опять же, проверяются ваши определенные какие-то навыки. Что вы должны помнить? Еще раз на это обращаю внимание. Когда вам задаются вопросы, если, например, вам задаются вопросы, сколько весит самолет? Рекрутер вам задает такой вопрос. Как вам кажется? Почему вы можете задавать такой вопрос и как вы будете отвечать? Если вы совершенно не инженера, не физик, не химик, не вы близко вообще не стоите с понятием, как рассчитать, сколько весит самолет? А как вам узнаете? Зачем вы на это не можете? У меня, чтобы посмотреть, какой-то символик показал, как с абстракциями работать. Я могу сказать, что я не знаю, но я знаю, где это найти, если я тебе не могу больше. В принципе, значит, что мы делаем? Когда вам задаются такие вопросы? В принципе. Рекрутеру не важно цифр. Вообще не важно. Ох, как он весит. Абсолютно вообще непривательно. Да, будут смотреть, как вы будете выкручиваться из-за ситуации. То есть впадать в транс и так вот к вам сейчас и на 20 минут там что-то там чертить, что-то пытаться выявить. Вот не нужно этого абсолютно. Да, вы совсем не нужно. Рекрутер смотрит, как вы будете выходить из данной ситуации. Можно с юмором, можно вот как вы предложили, да, но мы никогда не молчим. То есть это вы должны объяснить. Всегда разговариваем, всегда пытаемся выйти на тот или иной вариант ответа. Значит, ситуационное собеседование, оно связано с решением тех или иных задач. Есть еще различные собеседования. Это проективные собеседования, групповые. Ну, групповые это понятно, когда там набирается, не знаю, кассировал шанс, да? Там собирают кучи людей, дается задание, они там всех выполнили. Кто лучше выполнил, те их взяли, да? Это так вот, когда массовый набор. Когда еще все-таки специалисты всегда так общаются. Ну, могут еще не делать это, а несколько людей пригласить, связанных с вашей будущей деятельностью. Проективное собеседование, оно достаточно сложное, поэтому боевые этики используются в России, в нашей практике. Но тоже есть такой вариант, когда вас просят ответить на вопросы, связанные с какой-либо жизненной ситуацией. Ну, вот предлагают вам ситуацию, говорят, как бы вы поступили в этом случае, да? Или оценить, правильно ли человек поступил или неправильно. И дается определенный промежуток времени, вам задается быстренько вопрос, и вы не задумываетесь на них отвечая. Что репутер в итоге получает? Когда вы оцениваете какую-то ситуацию, вы всегда применяете свою жизнь. Ну, послушайте. Отлично. Да? Ну, к этому надо готовиться. Так же, как и, например, к собеседованию по компетенциям, когда создается некая шкала, которую нужно под каждого соискателя прописать, и репутер должен посмотреть, насколько вы подходите. Опять же, повторюсь, это трудный процесс для HR, поэтому он в России редко используется. Сейчас в России очень популярно набирает стрессовые собеседования, среди вот этой стрессоустойчивости нашей любимой и так далее. Ну, мы красиво любим развлекаться, нам чего-то не хватает постоянно, поэтому мы вот стрессовые собеседования проводим со соискателями. Вообще, стрессовое собеседование проводится для людей, которые связаны с безопасностью, то есть те, которые должны действительно каждый день находиться в неком состоянии напряжения. Опять же, я так утрилирую, да, ты сидишь там 12 часов или 8 часов за монитором, где мигает кнопочка, и ты смотришь, приближается к тебе вражеский самолет или не приближается, тебе нужно вовремя, да, там, что-то нажать или что-то сделать. В состоянии в таком состоянии ты должен находиться вот весь свой рабочий день и не пописать, не покатать, извините, ты не можешь отлучиться. Тогда да, тогда это понятно, что тебя проверяет, как ты будешь в состоянии стрессового, действительно вот такого глобального состояния. Ну, а для других, конечно же, вакансий это совершенно не нужно, опять же повторюсь, мы любим интеллигации. Каким образом могут стрессовые собеседования проводиться? Ну, могут вас пригласить, как обычно, на ситуационное, включить лампочку и так на такой с вами в лицо светить. И при этом разговаривать, чтобы смотреть, долго вы продерживаете при таком свете или нет. Или вот во время беседы, ну, элементарно, вот так. И когда ваш пик вот этого прокала закончится или не закончится, да. Возможен вариант, когда вас оболит чем-то. Ну, и смотрят, да, видите, вы морду или круто, вы видите, да. Возможен вариант, ну, у нас и студенты, с которыми я общаюсь, у меня большая, как бы я работаю преимущественно со студентами. Они мне рассказывали, девушка одна рассказывала, как она отправилась на работу и какой вид стрессового стоящего. Что-то стрессовое собеседование было. Ее пригласили, взяли за ручку, сказали, ну, дойдянуться там, наталья. Забернули ее в комнату и закрыли дверь. А в этой комнате сидел ребенок, четырехлетний. Ну, и дрался там, поднимали этот собранник. И он сказал, ах, типа, классно, что он не заплакал и не заорал, или видит живой тетики, которая вот здесь вот валилась за дверь. А если бы он заорал и заплакал, она говорит, а я не знаю, как детьми приседались, и вот так вот вы выходите из этой ситуации, она провела как бы полчаса в этой комнате. Потом ее раскрыли, умели выйти, и дальше уже нормально проводили собеседование. Возможен вариант, когда вас заставят ждать. Причем, время ожидания достаточно большое. У меня было около четыре часа. То есть привели, сказали, да-да-да, присаживайтесь, сейчас кто-то к вам подойдет, все будет здорово, все классно, предложили чай-кофе, ты уже пятьсот раз чай-кофе выпил, да, вот мимо тебя жизнь проходит, и ты все сидишь бедный и так далее, да. Люди очень много не выдерживают, и как-то схлопают, веряем. Вообще, в принципе, для чего вот это вот все проводится, и как на это все реагировать? Никогда не узнаете, какой лист беседования будет с вами придет, никогда. Если вас приводит состояние вот такого длительного ожидания, непонятных чего-то, да, какие-то алкогольные вопросы вам задают, я потом об этом скажу, самое главное не впадая в панику, не впадая в ситуацию ажиотации, да, и никому там гордо не бьем. Спокойно себя успокаивают, там, дзен, все дела, да, то есть все должно быть классно и великолепно. Да, но это если вам работа как бы нужна, и вы действительно хотите работать в той или иной компании. Что вы должны четко уяснить? Если после вот такого вот стрессовой ситуации вас рекрутер привел в нормальное эмоциональное состояние, если он перед вами извинился за то, что вот сейчас было, это все хорошо. Если там, извините, когда-нибудь идет по состоянию климса, просто решила над мужиками призываться, бежим от этой компании далеко и надолго. Там сидит непрофессионал, да, и вот здесь работать не нужно. То есть рекрутер, который, имея вперед для себя право проводить стрессовое собеседование, он должен обладать психологическими способностями выводить человека в нормальный эмоциональный формат. Обязательно это должно быть. Если же нет, наши вопросы над вами поиздеваются. Но вы запомнили, да, что себя держим, если действительно пытаемся каким-то образом нормально вести диалог без вот состояя, состояния экспертации. Какие вопросы работодатель чаще всего задает? Ну почему вы борелись с прошлой работой? Как вам кажется? Почему вот такие вот вопросы задаетесь? Что важно смотреть? Чтобы понять, у него идет ли он с этой работой? То есть у него такие же есть моменты, чтобы из этих моментов он не ушел. Он начал жаловаться на предыдущую работу. Вот это действительно так. Значит, рекрутеру важно услышать ответ положительный о предыдущем месте работы. Даже если предыдущий работодатель был гозел, все равно об этом мы не говорим. Да? Мы говорим, что я вошел потому что, потому что, потому что. Так какие-то другие характеристики, дорогие слова подбираем. Рекрутеру важно понять, что вы, если вдруг что-то не сложится на этом месте работы, не будете хаять этого работодателя. И таким образом не создадите любой лишь компанию. Вот поэтому задаются такие вопросы. Личные вопросы. Личные вопросы связаны, но они касаются преимущественно на стране девушек. Задаются вопросы, когда вы собираетесь замуж, когда вы собираетесь родить и так далее и тому подобное. И все вопросы, которые касаются лично нас, мы воспринимаем как, а какая вам разница, это моя личная жизнь, а это работа. Так не реагируем. Не реагируем. Почему задается такой вопрос? Мы все люди. Если, например, я рекрутер, я нашла классного специалиста. А она взяла и через 9 месяцев ушла в декретный образ. Что приходится? Мне опять придется выполнять ту же самую работу. Но никто не хочет выполнять одну и ту же работу в вашей. Поэтому задаются такие вопросы. Мы отвечаем так. Например, сейчас я не занимаюсь личной жизнью, для меня сейчас самая главная карьера. Даже если вы через 10 месяцев. Вот так. Что еще может быть? Под вопросами личными. Ну, например, как часто вы мастургируете? Это из разряда стрессового собеседования. То есть покроетесь ли вы пятнами, упадете ли вы в обмородки, если вы скромная девушка, дадите ли, опять же, в морду после такого вопроса и так далее. Это из разряда стресса. То есть, опять же, это либо на шутку как-то переводим, либо спокойно отвечаем. Ну, находим какие-то иные варианты. Я сейчас не буду озвучивать, как можно ответить на этот вопрос. Мы все это у вас ответим. Слабые. Что-что? Я спросила вы. Отлично. Без... Вот. То есть, спокойно. Вот. Спокойно. Каковы ваши... Да. Перевести стрелочки. Конечно же. Каковы ваши сильные и сладые стороны? То есть, сильная сторона – это наше резюме, да, это наша корона. А слабая. Ну, нам же нужно понять и почувствовать человечку, да? Ну, не может же он быть вообще высокая рекрутура. Что мы рассказываем про себя? Какие слабые стороны мы можем рассказать рекрутуру? Ну, например, я курю. Это слабая сторона. Но я так работаю над собой, что вот, если вы меня возьмете, я буду выкуривать не больше, там, двух сигарет в день и так далее и тому подобное. Например, я опаздываю. Сейчас эта вещь, да, очень у многих. Но я так работаю с тобой. Скажите мне, пожалуйста, какое там максимальное количество времени, которое я могу опаздывать? Там, наверное, скажем, пока уже 10 минут. Да, да, да. Все, я буду именно так действовать. Если вдруг я опоздал, вы можете перечислить это время из моего объединенного перерыва, да? Но думайте, когда вы рассказываете по слабой стороне, не затрагивает ли это ваша основная компетенция? Если вы курьером будете, что вы опаздываете, кранты вам, да? Я много работы не получите, да? Ну, и что-то вот другое. Кем вы видите себя через пять лет? Для чего рекрутер задает такой вопрос? Чтобы понимать, а чего вы хотите в жизни, да, дописывать вообще? Сидеть вот ровно на этой должности и ни к чему ему стремиться, да? Или все-таки пытаетесь расти вверх? Конечно же, человек должен быть заинтересованный, а не так вот просто сел, и ты там всю жизнь сидишь, наверное, на попе ровно, да? Всегда к чему-то вот должен развиваться, что-то новое познавать. Поэтому вот такие вот вопросы. А здесь можно, допустим, также стрелки перевести, допустим, спросить, а как ваша компания видит себя через пять лет? Вы там, будете там новый рынок завоевывать? Можно, тогда... Место будет? Можно, да. Соответственно, если вам расскажут, ну, тогда мое место в этой компании будет, соответственно, исходя из перспектив, да, вот какое-то такое. То есть вы всегда должны себя найти в этом месте, обязательно. То есть вот не просто, да, перевели стрелки, но и показали, что в соответствии с этим я буду вот тут. Мне бы хотелось, да, чтобы я достиг вот этого вот этого. Обязательно. То есть вы ассоциировались? Да. Обязательно, да. Когда вы приходите на собеседование, когда вас затронули, тоже важный момент скажу. Мы же как, опять же, это наш русский менталитет, мы приходим на собеседование, иногда вообще не зная той компании, ничего вообще никакой, чем она занимается, сколько лет на рынке и так далее. Обязательно, да, перед собеседованием мы должны все узнать с компанией. А, я скажу вот это раньше, не позже. И так, ну это вот тоже посмеяться. Здесь звук не русский, поэтому читаем субтитры. Я читаю новую помощь. Один姑بح! Неужели? Я говорила с Optionbl ciek не proves то вообще? SATG, Субтитры, медаль, общерситira, шоколад. Я не знаю, что они не говорили с одного изUнита, но кто-то больше а7 με им, Да, спасибо, что все еще там. Так вот мы знали. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Часа до 3, и лучше стоять час под дверью рекрутера на приспособлении. Вот это вот объясните, пожалуйста. Неготовность кандидата к собеседованию. Мы приходим на собеседование так просто, как поговорить. Типа вот, пришли. Ну и невежливость, неумение элементарно начинать диалог. Тоже вроде как невероятно, но факт. Мы перед женщиной, например, не открываем дверь, когда она с вами взрослась, заводит вас в кабинет. И мужчина не открывает дверь, стульчик мы не собегаем элементарно. Мы какие-то вещи производством, а ты сразу почему-то ты. Значит, что нам нужно сделать, чтобы такого вот не было? Первое, с чего вы начинаете. Тогда, если вы разослали на резюме во многие организации, вас пригласили в несколько организаций на собеседование. Первое, с чего вы должны начать, вы должны собрать информацию о работодательстве. Обязательно. Что это за компания? Сколько лет на рынке? Куда развивается? Численность, есть ли региональные заведения и так далее и тому подобное. Потому что рекрутеру важно, когда он задает вопрос, а почему вы пришли именно к нам? Почему вы хотите работать именно у нас? А вы сидите, блеете, то, конечно же, это минус вашего рода. Подготовленный рассказ о себе. Именно подготовленный рассказ. Не просто так, да, пришли поговорить, а прописали дома, я не знаю, на компе там, вот свое резюме в виде эссе. Некого были ли, да, я такой-то, какой-то, я отмечился там-то, потом я сюда перевезся. Вот я работаю здесь, тут мои такие достижения, здесь мои такие достижения, а еще я обладаю такими-то, такими-то характеристиками и так далее. Плюс заранее ответил на вопросы работодателя, о котором мы говорили. И дальше вот это вот все проговорил, обязательно проговорил. Потому что рекрутер, как я уже говорила, оценивает ваши личные качества. Обязательно. Как вы умеете преподнести себя как человек. Потому что потом вот эта вот воронка, когда вас будут оцениваны, сначала вас оценивают, вы, то, что зрение какого-то человечек, подойдете вы и вольетесь вы в корпоративную компанию. А потом с вами уже будет разговаривать работодатель, если вас рекрутер порекомендует. И работодателю уже нужно будет вашего хардскила, он уже не будет смотреть на вас как на человечек, он будет смотреть на вас как на персонала. Но первый отсеивающий отбор это рекрутер, и вы должны ему понравиться. Если у вас есть возможность, например, выбирать время для собеседования, выбирайте всегда утром. Почему? Рекрутер еще ни с кем не пообщался, он к 7 часам вечера еще не устал от разговора с энным количеством людей, и вы еще на эмоциональном подъеме. Поэтому вам легче будет преподнести себя. Вечером, конечно же, это сделать сложнее, потому что мы все уже встаем, явно мы не спали весь день, явно мы чем-то занимались. Поэтому показать, какой вы классный чувак, в 7 вечера, будет достаточно сложно, чтобы рекрутер обратил на вас внимание. Так вот, возвращаясь о рассказе о себе, проговорили вот это все, про себя, не знаю, передерпеванную музыку, кстати, ребенка. Вы у него уровень проверяете, а он у вас проверяет, как вы рассказываете о себе. Чтобы была обратная связь, обязательно. Внешний вид. Тоже очень важно. Как вы приходите на собеседование? Ну, предположим, возьмем ситуацию 30 градусов жары. Вот в чем должны прийти девушки на собеседование, женщины? Да, голые ноги ни в коем случае. Вообще, даже при 30-ти градусной жаре, мы отбиваем там чулочки тончайшие, тончайшие колготочки, да, никаких зосоножек, никаких открытых пальцев, никаких вот таких вот огромных шпилек. Юбка у нас должна быть выше, если вы хотите выше, только на пологу пальца, никаких вот декольте, плеч у нас закрытый, летом, да, вот такой вот, там, патюшки или юбочка. Дальше, все огромное, мы с тебя снимаем, стрелок души у нас нету. Если у нас длиннющие волосы, ну, вот так вот нормально, да, если уже выше, то собираем их хвост, пучок и так далее. Мужики как должны прийти на собеседование при 30-ти градусной жаре? Ну, пиджак нет, пиджак им не нужен, да, брюки легенькие, ни в коем случае, ни джинсы, ни в коем случае, ни ке, ни кроссовки, спасибо богу, да, но думайте, если у вас там все руки в татушку, тогда мы закрываем руки, все там пирсинки и прочее, ни в коем случае, ни в сандалии, ни в шортах, ни у меня было, да, ни в коем случае, никогда. То есть, собеседование прошли, в туалет сошли, переодели спокойно, зачем вот это вот, дразнить льва, да, то есть, внешний вид это важно. Невербальные средства, тоже очень важна характеристика вас. Мы, когда, например, нервничаем, а по-любому, в каком-то собеседовании не было, мы волнуемся, мы, ну, либо вот так вот, да, сидим мы в закрытой позе, либо мы начинаем что-то теребить, либо еще что-то, какие-то вот возможности, вот часто очень выводят из себя, мужики только этим страдают, они все вязали и начинают по-любомусти. И вот вот все собеседование, вот эта вот кондражка какая-то непонятная, то есть, следим за тем, что мы делаем, какие у нас жесты, как мы себя подаем, да, мы спокойненько садимся напротив, в удобной позе, дальше, забыл сказать, вот женщины любят так сесть, а мужики любят так. Так мы не садимся, ни в коем случае, да, это неэтично по отношению к человеку, который находится напротив вас. Ну, речь, соответственно, понятна, да, без шарфон, ничего, поведение это по поводу того, как вы себя позиционируете при первых встречах, там уже рукопожатие и так далее, про пунктуальность я тоже сказала и настрой, да, самое важное, что вы должны понять, это вы не приходите, да, и не сидите, не помните такой вот сфотчатый взгляд, что ну да, мне такой замечательный, я вот у меня такой вот опыт, вот такой вот цвет, такой вот техника, так спокойненько, то есть вот такой вот наносить на, грубо говоря, на серую мышку, никто не обратит внимания, вы должны быть, ну, не кемо-актером, да, то есть вы должны рассказать, что я вот так-то, я вот такой-то, я вот такой-то, сикой-то и так далее и тому подобное, да. Перед собеседанием мы, конечно, не гуляем, не веселимся, но если вдруг у нас была какая-то там высокая, то следим, что у нас это так, там выход, потому что, тоже бывает, у меня был один молодой человек, который сбежал, вот так вот, непосредственно ко мне в кабинет, сейчас, с голыми ногами, тут был лед, да, сел, пленнулся, ну давайте, прибылью, прибыльясь ко мне, и так вот, и я чувствую, в ре такой вот пошло, да, ну поговорили мы с ним, я ее, конечно, к себе не взяла, потому что мне нужно было у царя, да, значит, вот это уяснить, после того, как собеседование закончилось, заканчивается, репутер вам произносит всем известным фазам, ну он перезвонил. И так, значит, ждем мы неделю, исключительно неделю, потому что вы не одни, рекрутер общается с большим количеством людей, да, если вам не звонят, обязательно звоним сами. Если вам трудно позвонить, вы сядете судьбу по электронной почте. Значит, почему они могут молчать и не перезвонить? Два варианта. Первый, да, действительно, вы не подошли, и вам надо выпускать в другую место работы, либо вас проверяют еще разок, то есть это некий последний этап собеседования. Насколько вы заинтересованы в получении данной должности. То есть, ну, про собеседование все забыли, либо все-таки вы хотите там работать. Поэтому, если вы хотите там работать, если вы понравитесь, да, то после недели вы обязательно должны перезвонить и выяснить о своей албишке. Классно было бы, если вот, например, вас не взяли, да, и вы задали вопрос, а почему, и вам бы ответили. Но в 99% случаев вам не ответят на этот вопрос. Поэтому вы должны после каждого собеседования сделать обратную связь сами с собой, да, что пошло не так. Где вы прокололились, какой ляг вы сделали, да, потому что рекрутер, еще раз повторяю, это ваши личные качества. Если вы прошли через рекрутера, вы попадаете в лапу к работодателю, да, и он уже будет рассматривать вас как профессионал. Что вы сделали не так? Может, вы там, я не знаю, красные губы нарисовали, либо вы сидели мякнули, еще что-то. То есть, вы всегда должны анализировать то, что с вами происходит. Ну и вы понимать должны, что после первых собеседований очень редко работают, да, если у вас в жизни не только не было правильных собеседований, то с первого раза мало кто попадает именно в нужную струю. Относитесь к этому как некому виду упражнений, да, то есть каждый собеседование это а-ля накачивание мышц. Накачаете классно, ну, будете классным человеком. Ну, не сможете накачать, ну, значит, не сможете. Поэтому вот собеседование такой вот вид, в который вы должны всегда к этому готовиться, к этому стремиться, да, и нормально себя подавать. Есть у вас какие-то вопросы ко мне с точки зрения составляющего резюме, с точки зрения прохождения соуседования? Да, если, допустим, сказать, в HR мы идем, возьмите себе брюки, дурки, а уже к самому, допустим, если вам всего HR добрал, если просто обратно уберите, то есть, скажем, в стиле. Да. Такое приемлемо, если уже саму... К работодателю, да. Но вы еще, знаете, вы пытаетесь уяснить следующий момент. Все-таки лучше, желательно, и когда вы во втором, приходите в таком достаточно официальном виде, да, рассматриваете собеседование, ну, знаете, как, я вот хорошую параллельку для себя придумала, как некое первое свидание. Вот. Если вы знаете, да, что молодому человеку не нравится черный цвет ногтей, вы на первое свидание, и когда в жизни вы накраситесь с черным лаком ногтей, да. Потом, когда уже вы вступите в отношения, тогда можно что угодно делать, вас уже взяли, да, и так далее. Я к чему? Вот у нас, как бы, в нашей компании работают театричники. Чувак 45 лет с иракезом зеленым. Все нормально, он крутой профессионал, просто вот трудой. И нам совершенно напревать, какого вида он входит, да, это его личный век. У нас все люди, он пришел как в сторону. Я этим чувствую, все нормально, все классно. Вот когда у вас уже сложились соотношения с работодателем, тогда вы можете что-то... Да. Но опять же, если вы не видел компанию, я вот не могу сделать себе красные волосы и при всем желание, да, потому что публика меня не будет воспринимать как нормального, адекватного профессионального человека. Стереотип-стереотипа. Поэтому она должна быть прифинзиваться. Да. Мишель, какие-то есть вопросы? Ну, тогда спасибо вам за внимание. Было очень интересно. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам за информацию. Очень интересно. Если что, вот, пожалуйста, наша обратная связь. Вы можете все, что и угодно записать, да...